Дмитрий, у вас 12 октября очень важное, на мой взгляд, спортивное событие – это поединок по правилам ММА. Расскажите, как вообще так произошло, что вы решили сменить род деятельности и уйти в смешанное единоборство, во всяком случае, для проведения этого поединка? Я не меняю род деятельность. Я как был боксером, так и остаюсь. Когда-то еще до профессиональной карьеры я выступал по рукопашному бою, у меня неплохо получалось, и вот, скажем так, на этом основано вот это решение, потому как Камил предложил, говорит, ну у тебя же есть база рукопашного боя, давай попробуем. А как это было? То есть вы просто как друзья встретились, посидели, и он вам сделал какое-то предложение или там прям был официальный запрос, там знаешь? Да нет, мы разговаривали, были в студии Первого канала на передаче, встретились с Камилом, он говорит, слушай, вот так было бы интересно, ну а почему бы и нет? Прям сказали, да давай. Ну, естественно, мне нужно время, чтобы подготовиться, чтобы подтянуть борьбу, ни для кого не секрет, что если боксера придут в партер, в принципе, все боксерские навыки сойдут на нет. Да, ну, во-первых, боксера нужно еще успеть перевести в партер, а во-вторых, я же говорю, что какая-никакая база у меня есть. Да, я принял решение, в принципе, я сейчас, скажем так, свободен от боксерских поединков, от своего основного рода деятельности, я почему выступлю, для меня это самое интересное. По поводу весовой категории, вы будете в полтяжелый выступать, то есть до 93 или в тяжелый вес подниметесь? Я думаю, что это будет тяжелая весовая категория, возможно, если это будет оговорено контрактом, я сделаю 94, сейчас, может быть, у меня там 5 килограмм сверху есть, но я думаю, что это будет свободный вес. Вообще, в AMA такая история, что, в принципе, и средний вес, многие достаточно, весит по 100 килограммов в межсезонье. Вы не думали опуститься, допустим, в средний вес или что-то там, ну, до 84, то есть получается? Ну, я знаю, что это будет очень тяжело для меня, потому как я в Cruiser V 97, но это, скажем так, небольшая, но проблема, то есть ухудшается мое состояние, а как сделать 84, я, в принципе, вообще не понимаю. У боксеров такой проблемы с весогонкой, как у бойцов нет, потому что больше весовых категорий или как вообще там все... Почему? Есть проблема, но здесь мы должны понимать, что в боксе длинная дистанция, 12 раундов, в боксе нельзя, скажем так, спрятаться в партере от ударов и так далее. Здесь придется терпеть, и я думаю, что такие качества, как выносливость, выходят на первый план, а весогонка очень сильно ее снижает. Ну и плюс сейчас, если мы боксируем по правилам Всемирного боксерского совета WBC, там через определенный промежуток времени всегда нужно предоставлять показания со своих весов. И ты не должен превышать определенный лимит, то есть так не получится, что перед боем там согнал 20 килограмм и выше. То есть в боксе все гораздо жестче с этим? Жестче, да, и начинают регулировать. И я знаю, что сейчас ведутся разговоры, чтобы взвешивать бойцов не только в день боя, но и перед самым выходом на рейк. А по поводу снова ваших соперников, у вас у самого каких-то пожеланий не было, но чтобы вам, допустим, не ставили борцуху. Понятно, почему это ваш первый бой и сразу, чтобы выходить против человека, у которого есть хороший наватив в партере, но в этом все-таки риск есть определенный. По-моему, я же, скажем так, выхожу не по кому-то там танцам или акробатике, чтобы под меня делали какие-то условия. Этим и интересны смешивание на борцах, потому что смешанный стиль. Я думаю, не всем борцам приятно бороться, когда их бьют так же. Боксерам нельзя бить, когда их борят. Поэтому это извечный спор. И вот сейчас, вчера Дмитрий Смоляков, базовый борец, предложил помериться силами в октагоне. Ну, я думаю, что это интересно прежде всего, но я не знаю, насколько это интересно для него. Ну, в принципе, я-то могу ударить, я понимаю, что он хорошо борется, но все равно бой-то будет начинаться в стойке. Ну, вам было бы интересно именно со Смоляковым сразиться? Он тяжеловес, он крупный парень. Чтобы кто ни говорил, он, в сути, выступал в UFC, провел там целых три боя. Он же сам, опять же, написал в комментариях, что есть возможность у него спуститься в 93, и он готов. Ну, ему еще надо сейчас больше, то есть, я же правильно понимаю, что он говорит о том, чтобы провести с вами войни сейчас, то есть, не в октябре, а у него же у него же поединок с Максом Новоселовым. Вот, а уже, то есть, где-то ближе, там, к этим. Поэтому у меня и был ответ, я не говорил, да, нет. Я лишь сказал, что хорошая фраза, не говори го, пока не перепрыгнул. Поэтому здесь ему нужно выиграть свой бой, мне свой, а там уже дальше разговаривать о чем-то. Вы видели его поединке в UFC? Честно, нет. Понятно. Там, к сожалению, не очень хорошие отзывы были. В частности, от Дана Уайта. Это же, скажем так, это их проблемы, не мои, поэтому я тот парень, который зарабатывает этим себе на жизнь. То есть, мне дадут чек, я готов драться. Ну, вот, кстати, по поводу чека, вообще гонорар, который предложил Fight Night, он сопоставим с тем, что вы в боксе зарабатывали, когда уже выступали на самом высоком уровне? Да, я сейчас просто не могу получать меньше. Потому что у меня есть контракт, действующий с миром бокса. И только, скажем так, с их резолюции, с их разрешения я могу драться в каких-то других промоушенах по другим правилам. А, ну, то есть вы сначала запросили авторизацию на, так скажем, на подписание контракта с Fight Night у своего промоутера? Конечно, только так. Я, в принципе, без них я не могу действовать, потому что я не свободный агент. Сколько вам заплатит Fight Night за бой? Давайте дождемся, скажем так, официального релиза и не будем разглашать коммерческую тайну. Вообще, как часто смотрите MMA и можно сказать, что MMA вы смотрите чаще, чем бокс? Или все-таки бокс у вас на первом месте и вы смотрите боксерский поединок? Знаете, даже когда я смотрю MMA, я люблю, когда все действие происходит в стойке. То есть я мало понимаю в борьбе, мне мало интересны выходы на болевой и так далее. Но когда идет бой, когда идет рубка, это действительно интересно. Из бойцов MMA, кто рубится в стойке, кого бы вы бы отметили? Ну, я сейчас, наверное, банальные вещи говорить, что в стойке хорош тот же МакГревер, да, или там Хабиб хорош в борьбе, то есть все они на виду и мы всех их знаем. Но вот недавно себя хорошо показал Меочич, поэтому он такой парень, который, в принципе, я не думал, что он победит, но он это сделал. Вы бы в стойке в бою именно MMA, не в боксе, вы бы смогли бы, на ваш взгляд, перерубить Меочича того же чемпиона в тяжелом весе UFC? Ну, скажу так, я бы попробовал. По силе удара, я напомню, что у вас есть, если не ошибаюсь, 24 нокаута. Да, 23. 23, пардон. По силе удара кто-то с вами смог бы сравниться вот так вот, на ваш взгляд, из бойцов тяжелого веса, без разницы, UFC, Беллатор и так далее? Да, я думаю, что когда ты весишь под 100 килограммов, любой парень бьет сильно. Ну, у кого-то удар, не у каждого по 23 нокаута в любом случае случается, и не в каждом бой. Нокаут – это, в принципе, история, когда, скажем так, не то чтобы удар сильный, а он невидимый, и соперник к нему не готов. Наверное, вот здесь кроется это чувство нокаута, вот это чувство тайминга. Ну, возможно, оно у меня есть с детства. То есть еще тренер говорит, что я там, будучи маленьким пацаном, там уже делал нокауты. То есть это дано мне, я это делаю, и скажу так, что, скорее всего, я не бью сильнее, чем бьют все остальные. Вы недавно, я изучил ваш инстаграм, вы проверяли силу удара, если не ошибаюсь, там сколько там получилось? Девятьсот? Я не боюсь, но, по-моему, больше всех я выбил. Но, опять же, это… А с тем соревновались тогда? Там все ребята били, там не было, конечно, боксеров, были ребята из ММА. Но… Олейник, если не бьют, не ошибаюсь. Олейник бил, да. Поэтому вот этот именно тренажер, он не отражает силу удара. Можно, грубо говоря, просто ладошкой толкнуть, и там большое количество килограмм выпадет. Хотя на самом деле это не так. Когда-то, очень давно, мы с супругой только познакомились, живем мы 10 лет, но это было больше, чем 10 лет назад, мы пошли гулять с ней в парк, и там, знаете, аппараты такие мужик с пивным пузом стоят. Она говорит, слушай, ну ты боксер, давай, давай. Я говорю, да не надо, ну зачем мне это надо? Давай, ты же боксер, давай ударь. Я подошел, ну, при девушке, да, то есть я вложил… Нельзя было оплошаться. Да, все, что у меня было, как дал по нему. И у него такая струйка из него вылетает, когда вы сдуваешь тысячу. Ну, и он, а у меня льняные штаны, он так облил меня здесь между ног. Я весь разочарованный, бабушка, которая продает билеты, говорит, бабуль, ну что ты не сказала? Она говорит, внучек, да я ей представить не могла, такие мужики здоровые подходят, бьют, а ты худенький подошел, не может быть такого. В общем, мы собрались, и наша прогулка закончилась. Поэтому, ну, аппараты для измерения сил удара – это моя тема. Поэтому я и здесь, на вот этой тренировке, ну, как бы тоже отличился. Вот, кстати, по поводу боя с Моряковым, Минеев, я думаю, что с Владимиром вы знакомы, он сказал, что будет за вас болеть. Да, знакомы с Владимиром. Сказал, что бой с Моряковым и Новоселовым – это формат для битвы за хайп. А вы что думаете на этот счет? Все-таки с вами будут в одном карте биться. Ну, знаете, я понимаю, что для вот этих ребят с Моряковым и Новоселовым – это бой. И они, я думаю, что, ну, я уверен, что они серьезно к этому относятся. То есть, говорит, что они там какие-то не такие, вот мы спортсмены, а они там нет. Ну, я думаю, что это немножко неправильно. Да, это бой, это соревнования для ребят. Но хотелось бы еще заострить внимание на такой вещи, как хайп. Мы сейчас, я наблюдаю бои, там, Дацика с блогерами. И эти парни там набирают миллионы просмотров. То есть, это трогает, это очень популярно. А все единоборства профессиональные. Это бизнес, и их популярность, скажем так, играет большую роль в этих заработках. Поэтому, если бой с Моряковой и Новоселовой интересен зрителю, то это то, что нужно. И какая разница, хайп это или не хайп. Ребята выходят и делают шоу. Вот, кстати, а для вас это выступление по правилам ММА, это можно назвать хайпом? Да нет, я же... Или это просто интерес? Это спортивная история, это спортивный интерес. Я же никого не вызываю. Наверное, если бы мы хотели сделать хайп, я бы, скажем так, дергал каких-либо чемпионов. И на самом деле мог бы получить более интересный бой в финансовом плане. Не так ли? Поэтому здесь, наверное, больше спортивный интерес. Мне просто хочется выйти в октагон, я никогда там не был. И я честно признаюсь, мне нравится драться. И нокаутировать. Ну, там уже как получится. Нравится драться на сколько? Ну, то есть, допустим, вы в молодости, вы часто там на улице дрались? Ну, скажу честно, пленных не брал. Это можно по-разному, это можно по-разному расцвестить. Да, довольно воспитанный парень, но мне приходилось поставить за себя. Я рос, в принципе, и сейчас живу в провинциальном городе, поэтому у нас, скажем так, подраться это не было какой-то там из рода вон выходящая история. Да, нокаутов на улице больше, чем нокаутов на ринге? На улице никогда не бил второй раз. Ага. Опасно. А можно сказать, что вы были знаменитостью в том плане, что там все знали, что с Дмитрием Кудряшовым лучше не связываться. Ну, и там, допустим, называли вас там куда-то там и понимали, что если вы придете, то те люди, которые рядом с вами, они в полной безопасности, грубо говоря. Ну, понятно, что, скажем так, люди, которые видели меня в драках, они понимали, что лучше этого не делать. Но уличная драка, там нет рейтингов, и, в принципе, каждый мнит себя героем. В последний раз вам когда это приходилось делать? Ну, это очень давно, и я даже сейчас, скажем так, не вспомню при каких обстоятельствах. По поводу ММА, посмотрел ваш инстаграм, недавно вы выложили тренировку боксерскую, а вот тренировок именно по ММА я, честно говоря, не нашел. Ну, может быть, я просто плохо смотрел. Вот. Вы сейчас насколько активно будете именно заниматься работой в партере, борьбой с защитой от тейкдаунов и так далее? И кто вам будет в этом деле помогать? В каком зале вы будете тренироваться? Сейчас, скажем так, осталось очень мало времени, и научить меня каким-то борцовским приемом – это, в принципе, нереальная задача. Мы испортим то, что было. Тренируюсь я сейчас в Бупас Джим. Ну, есть ребята, которые и там тренируются, ребята смешанного стиля. Есть ребята, которые будут мне помогать. Вот мой друг Алексей Ефремов, он достаточно давно уже выступает. Из-за Ахмата, если не ошибаюсь. Да, да. То есть мы с ним всегда на связи. Ребята из Стрелы тоже не против мне помочь в этом. Поэтому, ну, какие-то, скажем так, спарринги, приближенные к ММА мы, конечно, проведем. А уже, наверное, скажем так, если я приму решение драться по ММА дальше, то это уже будет планомерная подготовка и, скажем так, с ударной техникой ММА и с борьбой. По поводу Стрелы, у вас, кстати, Александр Волков к себе не приглашал. У него скоро бой с Дос Сантосом. Это опасный панчер, очень опасный. Да, мы знакомы с Александром. И вот, скажем так, на следующей неделе я уже, наверное, буду у них в зале. Я знаком и с Тарасом, с его тренером. Поэтому, ну, в плане, скажем так, взаимодействия никаких проблем. А сейчас я так понимаю, что вы занимаетесь в одном зале с Расулом Мерзаевым, если я не ошибаюсь. Расул приходит, потом наш знаменитый Домкрат тоже Борисов. У него удар, как у тяжеловеса. Да, он тоже тренируется в этом зале. То есть, скажем так, ребята, у которых можно спросить совет, у которых есть понимание в ММА, они вокруг меня есть. Вы согласны с мнением, что базовому борцу стать хорошим бойцом ММА и обучиться ударной технике гораздо сложнее, чем боксеру научиться бороться? Ну, что там в боксе три удара? Левый, прямой, боковой снизу. Что, чему там учиться? Как-то очень пренебрежительно. Ну, ведь все так думают. Хотя бокс – это на самом деле очень, скажем так, сложная и очень большая история, которая имеет огромные традиции. И, скажем так, вот просто борец придет и научится боксировать на уровне хотя бы даже мастера спорта. Но это, как минимум, наверное, нереально сделать за какой-то короткий промежуток времени. То есть, бокс – это такая же дисциплина, как и борьба. И этому нужно посвящать много времени, чтобы научиться драться хоть на каком-то уровне. Тут говорить о том, что лучше, не лучше. Ну, если для ММА больше подходят борцы, ну, здорово. Но все же, я думаю, что даже зрители ММА, они все-таки любят больше, когда ребята дерутся в стойке. А часто у вас такое бывало, что вы смотрите бой ММА, там начинается возня в партере, вы просто выключаете и все. Потому что это скучно смотреть. Знаете, я не буду называть ивент, на котором я присутствовал ММА, но очень большое, крупное событие. И в России. Да, мы сидим в рингсайде, ребята дерутся, весь зал оживает, ну, дерутся в стойке. Весь зал оживает, все начинают болеть. Ребята упали в партер, все молчат, начинают разговаривать друг с другом. То есть, это говорит о том, что кулачные бои, они еще из древности пошли, и они вот этим и интересны. То есть, ММА, да, это универсальный спорт. Очень круто, когда человек умеет и боксировать, скажем так, и делать болевые удушающие в партере. Ну, все-таки, вот эта кровь, рассечение, нокауты, мне кажется, это такой апогей всех единоборств. Все этого ждут, все это любят, кто наблюдает за единоборствами. Поэтому, хочешь не хочешь, драться в стойке придется. Бар, Накл, Эфси, я думаю, вы видели бои, где сейчас выступает Артем Лобов. Как вам эта идея, и в целом, как вам эта лига? Мне кажется, она вам очень сильно подходит. Хорошая идея, и один из журналистов задавал мне вопрос. Но, в принципе, если мне предложат провести бой по этим правилам, вряд ли я откажусь. Ага. Ну, хорошая идея. То есть, такой настоящий бокс на голдскульный. Да, такой олдскульный. Ну, честно признаюсь, мне нравится. У нас есть один боец примерно вашей весовой категории. Особенно он сейчас еще скинул 15 килограммов. Который хочет там выступить, Александр Емельяненко. Вы бы не думали, ему бы именно Александру бросить вызов, учитывая, что он сейчас сконцентрирован исключительно на боях в стойке. То есть, у него сейчас будет бой с Михаилом Кокляевым, скорее всего, по правилам бокса 29 ноября. Ну, понятно, что это шоу, да? А вот он хочет выступать в Барнакл. И если вы сейчас успешно пройдете свой бой, то почему бы ему бы не бросить вызов? Это будет интересная вещь. Ну, если в 90-м, мой сейчас вес 95, может быть, 96 килограммов. У него 102 сейчас или 103. Да, поэтому... Почему нет, в принципе? Но вот эти вызовы бросать, ну, честно, не моя история. Ну, почему это же классно? Если у нас сразу публика прям, знаете, все заведется. Это жребий, ну, конечно, подеремся. По поводу вашей личной жизни, обратил внимание, у вас есть немало видео с тиграми. То есть, один покрупнее, есть фотографии со всем малышом. А что это за история такая? У вас дома живут тигры? Нет, ко мне домой приходят тигры. У меня дома живут питбули. В принципе, я люблю животных. Ну, таких прям, очень брутальных, так скажем, животных. Ну, вот в питбулях мне нравится, что это такие матчевые, настоящие питбули, которые должны участвовать в матчах. Мне нравится, наверное, они близки мне по натуре. А подожди, а матчевые это что такое? Ну, это собаки, которые были выведены для боев. А ваши питбули, они участвуют в собачьих боях? Я не знаю, как это назвать. И они участвуют только в играх с моими детьми. Больше они ни в чем не участвуют. Сколько у вас всего питбулей? Три. Если не ошибаюсь, одного зовут Флойд Мейвейзер? Нет. Флойд это была моя любимая чухошка. Я, кстати, погибла трагически. Я очень сильно по этому поводу переживал. А потом у меня появился Бульдог Джеймс, потом Бастер и потом последний Дуглас. То есть Бастер Дуглас это получается в честь того самого? Джеймс Бастер Дуглас. Тот самый боксер, который накусировал Майкл Тайзера? Мне кажется, им подходят эти имена, поэтому никто не был против, что я вот так их называю. С такими собаками с ними сложно управляться. Управляться на то, что есть все эти мнения, что они очень агрессивные, опасные для других людей. Сейчас затронем с вами такую большую тему. Она для вас очень больная, я так понимаю. Она не больная для меня. Я могу, скажем так, апеллировать фактами и объяснять людям, что на самом деле это не так. Вот помните, я профессиональный боксер. Весь такой страшный еще, когда я лысый. Вообще лучше со мной не разговаривать. Меня зовут Кувалда, я сильно бью и так далее. Но не факт же, что от меня родится еще одна Кувалда. И мой сын будет такой же грозный, такой же агрессивный и будет так же сильно бить, если его не тренировать. Правильно? Так же и в истории с питбулями. Но это обычная собака. Если она не участвует в хитроролах, в этих спаррингах, если ее не готовят специально для этого, он будет спать с вами на диване, будет облизывать ваших детей и так далее. То есть говорить о том, что они опасны, но они опасны, как все остальные собаки. Нет у них там никакого укуса в миллион атмосфер и так далее. Нет никакой там супер агрессивности, потому что это обыкновенная собака. По поводу тигров, вернемся в сутки. Откуда тигры? Тигры, у моего знакомого есть тигры, и он пришел ко мне в гости. Вот и все. Во мне было страшно, но все-таки одно дело фитбуль, и другое дело, ну это реальный хищник в любом случае. Ну это тигр. У меня с детства... Да, они там, конечно, не такие там огромные, но все равно... Огромный тигр. А, подождите, это, видимо, я, значит, не всех видел просто. Да, Шанель, огромная тигрица с вот такими лапами, но нет, не боялся. И когда я был маленький, мне даже мало говорят, там, стая собак подойдет всех за уши, потрепет. Ну, я никогда их не боялся. Хотя меня даже и кусали собаки, но нет у меня страха перед этими животными. Я, в принципе, очень их люблю и очень сильно им доверяю. Очень трагическое. 20 лет прошло с момента теракта в Волгодонске. Как вы вспоминаете это событие? Как это было именно для вас? То есть, как вы это ощутили на себе? Это мой город, мой родной город. И когда такая трагедия, в принципе, масштаб трагедии, конечно, он для всей страны, скажем так, оставил свой отпечаток. Но в городе, в котором я родился и вырос, это событие, которое, наверное, не хотелось бы, чтобы оно ложилось на карту истории моего города. Потому как я все это видел. Я был еще тогда мальчишкой, мы прибежали туда, и вся вот эта разруха, все вот эти вот люди несчастные. У меня крестный живет через дом от этого. То есть, это тяжелая история, и дай бог, чтобы она больше никогда нигде не повторилась. Что вы вот это делали? Вы каким-то образом пытались кому-то помочь, или как это вообще, так скажем, все выглядело? Ну, просто вы сказали, что вы прибежали на место трагедии. Да, да, от нас какая помощь? Конечно, мы бы, ну, мне тогда было 13 лет, и, в принципе, что-то отнести, принести, я, наверное, мог бы помочь. Но там работали силы МЧС, и, в принципе, людям оказывалась помощь. Но то, что я видел, масштабы этой трагедии, воронку от этого автомобиля со взрывчатым веществом, это, конечно, это очень страшно. И из тех рассказов, которые рассказывали мне мои знакомые, которые, скажем так, находились в эпицентре взрыва, ну, там это страшное зрелище, и я же еще раз повторюсь, дай бог, чтобы это больше никогда не повторилось нигде. Вы интересуетесь историей страны, историей России. Какой исторический период вам наиболее интересен? У меня такое ощущение, что это средние века, то есть, даже, возможно, раннее средневековье. Ну, начнем с того, что я живу в городе Волгодонске. Водохранилище разделяет нас с городом Цемлянск. И вот там, где-то в районе Саркела, там была крепость Хазарская. И большая история. Я даже, скажем так, мог немного к ней прикоснуться, играя роль князя Святослава, который по преданию Хазар разбил. То есть, все это происходило там. История казачества очень большая. То есть, у нас там станица Романовская, там все, скажем так, эта история, она еще жива. Поэтому мне интересны эти люди, мне интересно, как они жили, тем более я сам из тех мест. То есть, я так понимаю, что переезжать из Волгодонска в какой-либо другой город вы не намерены до конца жизни? Мне часто задают этот вопрос, а почему ты не уезжаешь? А почему я должен уезжать? Это зона моего комфорта. Мне удобно, комфортно, мне нравится в этом городе. Поэтому, ну, куда уезжать? Вы как-то сказали, что вы жили в Голливуде и жили в Берлине, притом у вас только один бой в США. Рассказать, как-то получилось, что вы жили в Голливуде там какие-то спорные? Я несколько раз готовился там в Штатах. Поэтому, ну, в Лос-Анджелес, Голливуд, такое название, которое всех трогает, это бульвар, где утром лежат бездомные и так далее. То есть, ничего там сверхъестественного в этом нет. Да, я там был и благодарен боксу, что он дает мне возможность путешествовать по миру. В Берлине тоже готовился, спарринговал с Кубратом Пулевым. Отличный город. Кубрат – отличный боксер. Что еще сказать? Но Волгодонск лучше? Волгодонск, я же говорю, я не говорю, что он там лучше чего-то или хуже. Я говорю, что это зона моего комфорта. Вот такой человек мне нравится там, почему я должен что-то менять. По поводу бокса. Расскажите, какие у вас дальнейшие планы? То есть, на данный момент пока что это ММА, а что будет дальше с вашей боксерской карьерой? Есть какое-то понимание? Мы разговаривали с Умаром Кремлевым. Он говорил, что, возможно, даже федерация поспособствует тому, чтобы у нас был реванш с Макабу, человеку, которому я проиграл последний бой. Я согласен на это, и мне нравится эта идея. То есть, реванши, как сказать, моя тема, я уже брал реванш. И у меня есть чувство, что я во втором бою смогу показать себя иначе. По поводу даты сейчас какое-то может быть понимание, когда этот реванш может состояться? Сейчас нет понимания. Сейчас, я думаю, я знаю, что идут разговоры, чтобы Денис Лебедев проявил желание драться с Макабу. Сейчас будет финал суперсерии. Это Дортикус Брейдис. То есть, все зависит от того, как, скажем, сложится карта. Но я возьму хороший бой, и я, в принципе, уже готов начать хороший подготовительный лагерь к какому-то интересному бою в боксе. Дортикус Брейдис